Здравствуйте, меня зовут Светлана Ланова. Многие из вас меня знают как визажиста, а некоторые уже знают про мои умения роспись ихной, которая называется Мехинди или Минди. Само искусство Минди появилось около пяти тысяч лет назад и примерно зародилось в древнем Египте, где знатные дамы при помощи этих узоров украшали свои тела. Я даже узнала такую информацию, что сейчас археологи, когда исследуют останки людей, которых жили в Египте, по остаткам хны на ступнях определяют, насколько человек принадлежал к тому или иному благородному роду. То есть именно это говорит о том, что хна могли себе, например, в Египте позволить только какие-то знатные люди. Сейчас хна, на самом деле, и роспись хной стала более популярна. Хна также известна в пустынных районах, то есть тоже появление ее было замечено в Раджастане, например, где использовали ее, скорее, именно охлаждающий эффект. Также известно, например, хна по своим свойствам, таким как ослабевает головную боль, что ее используют для заживления ран. На самом деле есть даже такое мнение, что изначально хну использовали именно как по целебным свойствам, а затем уже стали использовать ее, декорируя тела, например, различными узорами. Но говоря уже про узоры, хотелось бы сказать немного про сакральность. В Индии, например, очень многое уделяет этому внимания. Индийские росписи, они очень такие насыщенные, то есть там много узоров именно флористических, возможно, чем-то окружевных. И, например, свадьба индийская, она проходит подготовка к свадьбе, тоже как, например, у нас в традиции и в Индии есть девичник. Только там, например, собираются девушки. Они расписывают тело невесты хной. Причем, чем более замысловатый и сложнее узоры, тем считается, что в будущем молодожены, там, жизнь будет более насыщенной, более богатой и здоровой. Ну, а сегодня мы будем делать один из узоров. Для нанесения узора я уже принесла, уже приготовленную специально пасту. Ее можно как приготовить, так и уже и купить готовую. В принципе, там состав, как правило, это измельченные листья хны и какие-нибудь дополнительные элементы, которые именно позволяют хне быть такой текстурой пастообразной. Это, возможно, какие-то экстракты масел, чай. Как проявляется натуральная хна? Сначала мы нанесем узор. Именно он не рисуется, а выкладывается, и далее хна начинает потихонечку подсыхать. И, например, коглина, она потом отшелушивается и отпадает. Когда высыхает, то она отдает свой пигмент коже. И считается, чем дольше находится хна на коже, тем больше пигмента она отдаст, и, соответственно, рисунок в дальнейшем проявится наиболее насыщенным цветом. На самом деле, сам рисунок мехенди, он, как правило, может родиться в зависимости от того, например, какой мы хотим создать направление рисунка. Я всегда начинаю с центральной части и уже направление задаю в дальнейшем. Мы начнем у нас с цветка. У нас сегодня будет такая тема флористика. И, собственно говоря, центральный наш элемент. Значения узоров, например, можно найти, они доступны в интернете, говоря о том, что мы сейчас делаем. Например, цветок. Цветок, как правило, в принципе, все цветы – это, как правило, защита, процветание, материальное благополучие. Но, вот, например, этот элемент, он известный им как будто пейсли или как турецкий огурец, например, он уже несет в себе такой более глубокий сакральный смысл. Ну, а внутри вот мы, например, прорисовали такие вот спирали. Спирали, то есть такие, как вот завитки, это, например, символизирует познание себя. Мы завершили нашу роспись. Такой вот у нас рисунок получился, немаленький на самом деле. После того, как хна уже высохла и начинает потихонечку отходить, и более того, мы потом помогаем ей отойти, и у нас в итоге рука без уже остатков высохшей хны. Для того, чтобы рисунок уже начал проявляться, я рекомендую использовать масло, сразу его нанести на руку. И это может быть масло кокосовое, в принципе, оливковое, ну, в принципе, даже подсолнечное. И также я рекомендую не мочить узор примерно часа 4, вот, и не забывать о том, что если мы будем интенсивно тереть мочалкой, например, узор, либо пойдем в баню или, например, в спа-процедуры, бассейн, то, разумеется, обновление рогового слоя будет происходить быстрее, и, соответственно, рисунок будет держаться меньше. Поэтому, если у вас есть желание, например, как можно, чтобы дольше этот рисунок держался, то я рекомендую, конечно же, избегать подобных вводных процедур. Я вам желаю всегда, чтобы вы, возможно, нашли себя в этих, в этом искусстве, или же применяли это, например, как украшение своего тела. Желаю всем удачи, до свидания.